Ярослав Юрьевич, здравствуйте. Одна из главных целей движения «Маяк» – обеспечить горячим питанием нуждающихся 7 дней в неделю. Только в прошлом году вам удалось организовать дополнительно 4 точки. На каком этапе сейчас находитесь? Да, нам в прошлом году удалось организовать дополнительно 4 точки и 3 дня. То есть мы закрыли понедельник, четверг и пятницу. То есть по вечерам у нас теперь люди могут получать бесплатно горячую пищу. В этом году мы планируем открыть вторник, среду и субботу. Вот вторник как раз открываем уже 16 января. В ближайшие перспективы в мае мы планируем открывать точку в среду. Когда будет открыта точка в субботу, мы еще не думали. Увеличить количество точек прежде всего удалось благодаря тому, что «Маяк» разделился. Да, «Маяк» разделился. От «Маяка» отделились все наши девушки в другую организацию. Это теперь совершенно новая организация. «Левичье Добровочное Объединение Светильник». И они находятся теперь в другом помещении, то есть отдельно от нас. Да, «Маяк» стал мужским. С целью «Маяка» стало именно кормлением бездомных. И мы решили, что мы же не можем, там целая организация занимается кормлением в одной точке. То есть мы поставили перед собой задачу кормить каждый день, чтобы каждый нуждающий человек в Вишкарде мог получить помощь каждый день. А кто вам помогает с продуктами? С продуктами нам помогают люди. У нас есть группа ВКонтакте. Мы пишем там о наших нуждах. Вот. И нас очень много людей читают. В группе сейчас 9,5 тысяч подписчиков. И откликаются, то есть привозят продукты, жертвуют средства. То есть вот за счет этого «Маяк» и существует. По воскресеньям вы готовите здесь, в своем штабе, а в остальные дни продукты, блюда откуда появляются? Да, по воскресеньям мы готовим здесь. Это на готовку занимает много времени. И когда мы открывали будние точки, мы поняли, что работать в таком же режиме, то есть готовить мы не сможем. Потому что есть возможность у ребят ездить на точки только вечером. В 6.30 у нас точки работают. Поэтому мы написали в группе, опять же, что требуется помощь. И что интересно, кафе, с которым мы сейчас работаем, откликнулись сами. Вот. В понедельник, допустим, у нас готовят кафе «Шале». Во вторник – народное столовое. В четверг – кафе «Вакомка». А в пятницу – простая еда. Помимо еды, «Маяк» еще предоставляет бездомным и тем, кто нуждается, вещи. Это не совсем правильные вещи. Мы увидели, что людям нужна обувь, зимняя обувь на зимний период. И взялись за решение этой проблемы. Причем, бывую обувь мы не принимаем, а покупаем обувь новую. То есть собираете деньгами, а не обувью даже. Да, да. То есть мы просим, опять же, в группе людей. Люди отвлекаются, жертвуют деньги. И мы приезжаем на точку. Обувь мы выдаем только на вокзале. Я специально так сделал, чтобы лично следить за этим процессом. Ко мне подходят нуждающиеся люди. Я записываю, как их зовут, фамилию и размер. И потом по их заявке иду на рынок. Там мы договорились с одной доброй женщиной. Она нам продает по оптовой цене. И закупаю под конкретных людей обувь. За прошедшее время, начиная с 1 ноября, мы уже выдали 72 пары. Ну и сейчас поток нуждающихся, можно сказать, практически прекратился. То есть один-два человека уже подходят. То есть практически всем, кому нужна была обувь, мы эту потребность закрыли. На крупные праздники готовите какие-то подарки еще? Ну, конечно, да. Вот сейчас вот отмечали Новый год, Рождество. Мы также бросили в группу клич. И собрали в общей сложности больше 100 подарков. И раздали на всех наших точках. То есть мы раздавали хорошие такие, сладкие подарки. Ну, люди счастливы. То есть увидеть вот радость на лице бездомных людей, да, которые и бабушкам. Особенно вот разговаривал в этой воскресенье с одной бабушкой. Она меня так благодарила. Я говорю, ну кто-нибудь кроме нас вас поздравил? Она говорит, так я одна, говорит, кто меня поздравит? Спасибо, говорит, вам большое. А если еще привести примеры откликов тех, кто получает поддержку, в том числе еду. Как вообще реагируют? Радуются, да, радуются. Благодарят. Самые такие серьезные, запоминающиеся моменты. Говорят, вот приходил один мужчина, он освободился из тюрьмы и, приехав в город, выяснилось, что у него, он лечился жилья. Когда он пришел к нам на точку раздачи в воскресенье, он был в таком состоянии, я ему говорю, я вам в следующее воскресенье привезу обувь. Он говорит, я не знаю, доживу ли. То есть я видел по его глазам, что он в состоянии отчаяния. И я ему сразу же, ну мы его накормили, я ему сразу же выдал обувь, выдал стельки, выдал варежки, там еще у нас шафы какие-то были. Вот всем этом обеспечивал и говорил, держитесь, у вас все будет хорошо. Он воодушевился. Прям по глазам, у него изменились глаза, изменилось лицо. И он мне говорит, спасибо вам большое, я вам обещаю, я за неделю найду работу. И потом он пришел только через полтора месяца. Он такой уже, ну как, вверен в себе, похорошевший, в какой-то такой теплой одежде. Он говорит, я специально пришел сказать вам спасибо. Вы, говорит, вытащили меня в тот момент. Вы меня воодушевили. Я понял, что я не один, то есть я не брошен всеми, да. Что вот есть какие-то люди, которые мне реально помогли. Я говорит, вот видите, хожу в вашей обуви. Сейчас, говорит, такой холод, у меня ноги не мерзут. Я, говорит, вам пообещал, я на следующий день пошел искать работу. И нашел работу на лесопилке. Теперь у меня там есть место, где жить. Я получаю какую-то зарплату. И, говорит, это все благодаря вам. Маяк приобщает к волонтерству подростков, в том числе молодежь, от 14 до 19 лет. Почему вы выбрали вот эту категорию? Что они получают, работая в этой организации? Мы выбрали эту, ну, как бы мы к этой категории достаточно долго шли. Вначале Маяк работал с молодежью от 18 до 35 лет. Вот. Ну и постепенно мы спустились именно к этой категории. Мы увидели, что школьники, они наиболее активные, наиболее вовлеченные. Они очень хорошо сбиваются в такую очень дружную команду. У них есть взаимовыручка. И на что во многом направлена наша деятельность? Ну, во-первых, конечно, они привлекаются к добру. То есть они учатся сострадать, учатся реально помогать. То есть это очень важное дело, то, что они делают. То есть мы решаем такую существенную общественную задачу, да. Но в то же время у них развивается качество лидерства. Потому что у нас, ну, часть вот этих ребят, они, ну, допустим, вот у нас есть, это поддельник, вторник, там, четверг, пятница, вот эти команды. Каждую команду возглавляет координатор. И на нем лежит большой круг обязанностей. Он там должен найти машину, должен договориться с добровольцами. И за счет этого они меняются. То есть они учатся управлять, учатся брать на себя ответственностью. И видно, что, ну, как бы они становятся сильнее. Ярослав Юрьевич, спасибо большое за беседу. Будем надеяться, что все ваши начинания закончатся хорошо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok